Всем привет! Сегодня я расскажу про Mitsubishi Outlander. Эта машина продается в автосалоне RDM Import. Достаточно популярный городской внедорожник, у него есть свои особенности и обо всем по порядку. Этот автомобиль 2004 года выпуска. Мотор у нее 2.4, бензиновый, коробка передач автоматическая и, конечно же, полный привод. Если вы подбираете для себя такой автомобиль, то наверняка вы уже посмотрели несколько вариантов и в каждом из них есть, скорее всего, какие-то минусы. Для машины, которой 10 лет, минусов, скорее всего, там будет много. Наш автомобиль не сказать, что идеальный, у него есть свои плюсы и минусы. Ну и начнем с передка. В целом, лакокрасное покрытие достаточно неплохо выглядит в плане того, что машина очень красивая, у нее достаточно интересный синий цвет и она выглядит достойно. Ну, конечно же, как у любого не нового автомобиля, на капоте есть скольчики. Можно было бы, конечно, покрасить эту машину, в круг облить, да? Ну, она бы еще лучше выглядела. Ну, тогда были бы вопросы. Тогда вы бы наверняка спросили, что она была в аварии, ну или там подобные вопросы, да? Здесь, как бы, все открыто, все показано, то есть вы знаете, в каком состоянии автомобиль. На бампере есть небольшая такая, можно сказать, ссадина, царапина, ну и как бы красочка подоткололась. Опять же, опять же, здесь вы знаете, что тут все по-честному, да? То есть с машиной мы ничего не делали. Ну и что еще? Фары здесь отполированы, выглядят неплохо. Есть дефлектор на капоте с фирменной надписью Outlander, придает достаточно интересный вид машине. И есть противотуманки. Комплектация нашей машины включает противотуманки. На данный момент машина на летней резине. Резина немного отходила, она очень хорошая. Протектор еще достаточно глубокий. Собственно известная марка Shin Maxis. Эти покрышки отличаются своей жесткостью и надежностью. Ну и машина на литых дисках. Диски оригинальные Mitsubishi. Ну что, тут еще есть ветровички. Это входит в стандарт по этой машине. И на крыше есть, ну, такие, можно сказать, даже не... Ну, можно сказать, дуги, да. То есть это сделано для того, чтобы повешивать сюда дополнительные бакетки. Багажник, можно повесить крепление для лыж. Ну, удобная опция. Ну и посмотрим на заднюю часть автомобиля. На пятой двери установлен спойлер. Он, ну, просто придает более такой интересный вид. Если можно сбоку показать, прямо оттуда. То есть это просто придает красоты. Ну и на заднем бампере есть датчики Проктроника. Ну, наверняка вы знаете, как они работают. Ну, еще раз скажу. При приближении к препятствию задним ходом, они начинают создавать звук внутри автомобиля. То есть чем ближе вы подъехали к препятствию, тем сильнее звук. Это обозначает, что препятствие уже совсем близко. Плюс на передней панели есть такая панелька небольшая. Там еще световое обозначение. То есть чем ближе, тем больше датчиков там светится. Ну, просто Парктроник уберегает вас от неприятностей при наезде на другой автомобиль или там на стену. Сейчас посмотрим, что у нас в багажнике. Ну, кстати, чтобы у него попасть, надо открыть дверь. Вот она открывается, закрывается без особых усилий. Это говорит о том, что кузов в порядке, он неведенный. Ну и сам багажник достаточно вместительный. Пол достаточно высокий. Почему? Потому что под ним лежит полноразмерная запаска. Если бы запаска была пониже, то пол, скорее всего, был бы ниже. Но, в принципе, тут все нормально, без особых претензий. Тут, конечно, есть небольшие царапки, но это все в пределах нормы. Для машины, которая 10 лет, я бы вообще сказал, состояние очень хорошее. Ну и что касается кузова, веденный, неведенный, да, вот, двери открываются, закрываются. Очень приятно, без особых усилий. Ну, это говорит о том, что весь автомобиль в порядке. Ну и сейчас посмотрим, что у нас в задней части автомобиля, место для пассажиров. Диванчик достаточно просторный, ткань хорошего качества. Ну и он не затерт, не зашоркан, без особых проблем. На заднем ряду есть подлокотник для пассажиров. Находится посередине. Ну и посмотрим, что спереди. Здесь точно так же все в порядке. На полу лежат резиновые коврики. Сзади точно так же. И панель. На верху панели сразу мы видим фирменные часы Mitsubishi, стрелочные. Установлена в нашей машине достаточно неплохая MP3 магнитола Pioneer. Также комплектация нашей машины предусматривает климат-контроль. То есть вот на центральной крутилочке есть надпись авто. Это обозначает, что здесь именно климат-контроль. То есть необычное управление кондиционером, а климат. И если посмотреть ниже по панели, обратите внимание, есть подогрев передних сидений. Полезная опция. И вот рядом с ним такая железячка, кто не знает, это блокиратор коробки передач. Это одна из систем защиты данного автомобиля. Ну и посередине между передними сидениями есть подлокотник. Он на достаточно удобном уровне. Всю водителю, пассажиру его хватает по ширине. И он очень удобный. Ну и прежде чем рассказать вам про место водителя, скажу про противоугонные системы на этой машине. Здесь вот есть наклеечка даже на стекле. Маркировка противоугонная маркировка. Что это обозначает? Автомобиль без специального ключа не завести. То есть в ключе установлен чип. И в машине тоже есть специальный чип. Если они друг друга не воспринимают, не чувствуют, то машина не заведется. То есть на данном автомобиле есть несколько ключей на связке, но только одним можно этот автомобиль завести. Вот. То есть это одна из систем. Ну и плюс, конечно, есть обычная сигнализация. Плюс есть блокиратор в коробку передач. То есть в этой машине сразу три системы безопасности. Ну и, собственно, место водителя. Руль в нашей машине, он кожаный. Еще раз скажу, машине 10 лет, но руль вообще в идеальном состоянии. Правда. Конечно, 5 баллов ему нельзя дать, но если бы была оценка 4.8, 4.9, я бы такую оценку дал. То есть он вообще в отличном состоянии. Ну и что здесь мы еще видим на панели? Кнопочки включения передних и задних протитуманных фар. Зеркала здесь на электроприводе. Вот управление. Все это работает. Регулировка яркости подсветки приборов и корректор фар. Ну, в принципе, как бы все так в нормальном состоянии. Вот, кстати, датчик парктроников здесь вот на панели установлен. И вот эти вот точечки, они как раз светятся, когда вы подъезжаете к препятствию с задним ходом. Потолок. Потолок в отличном состоянии. Тут как бы проблем нет. И вот руль, кстати, регулируется по высоте. То есть достаточно удобно. Для водителя есть еще регулировочка по высоте сидения. Все это поднимается, регулируется. Все работает. То есть любой водитель нормально сядет. Претензий нет. Часто бывает, что водительское сидение самое затертое, да, там какое-то порезное. Но здесь вот даже на ощупь, в принципе, проблем никаких нет. Оно не продавлено. И в данной машине достаточно развитая боковая поддержка сидений. То есть если будете там как-то быстро ездить, да, то сидение у вас цепко будет держать. И еще комплектация нашей машины предусматривает не две подушки безопасности, а сразу четыре. Вот здесь вот есть ярлычок такой, SRS Airbag. То есть есть передние подушки безопасности и есть вот эти вот шторочки. То есть если на его хаваре, то они откроются и защитят вас от разбитого стекла. То есть комплектация машины для 2004 года достаточно мощная. Помимо того, что здесь есть достаточно мощный мотор, 24 литра, да, полный привод. Плюс здесь и климат-контроль есть, и противотуманки, и парктроники, да. В общем, тут много чего интересного. Но если кто-то хочет, да, тот, кто купит машину, может ее, конечно, облить в круг, покрасить. Ну, она, ну, наверное, получше, конечно, будет выглядеть. Но это дополнительные расходы. Машина как-никак не новая. Для своего возраста автомобиль неплохо сохранился. Мотор работает ровно, коробка не пинается у него. Ну, в общем, такой вот автомобиль продается в автосалоне RDM Import. Приезжайте, мы всегда готовы его показать. Машины есть в наличии, не только такие, машин много. Поэтому приезжайте, покупайте этот автомобиль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...